всем привет я сейчас еду к денису денис время от времени заводит всю свою мототехнику и сейчас у меня будут возможность впервые в жизни завести бензопилу дружбу и так мы у дениса вот тот самый моторчик уже стоит на раме уже все функционирует вниз покажет нам как он заводится дружбу вот я сегодня ехал и думаю денис предложил завести дружбу вроде уже много лет знакомы а вот только предложил завести а так мы сейчас это и увидим вот так в общем современная техника требует ключей девайс вообще такой просто это смотри короче тут варианта 2 ты приходишь отмеряешь сколько тебе надо отпилить надо сделать насечки потом заводишь и пилишь стартер это отдельная деталь вообще ну завел снял да завел снял да вот но вот этими шпеньками просто там за картером поворачивается держится и ты в лесу ты советский волщик леса да и стану далеко ты пришел с этой дружбой которая весит по-моему 14 кило это вот байдой дёрнул и забывала в снег а ты пошел себе работать естественно ты забыл где так надо мобильный телефон к нему и номер чтобы звонить GPS трекер GPS трекер я по-простому я знаю что мы делали топилинг убирали вот эти шпеньки прикручивали болтами картеру на самом деле странноватая как бы такая затея храповики эти ломаются эти ручки это вообще кусок пластмассы вот эта вот фигня вот тут такой тросик да такой детский вообще ни разу то есть девайс очень такой хлипенький ненадежный где она подаваривают люди побаиваются этих пил вот туда бытует такое мнение что они опасные в общем вот так вот под ногу так ты должен ею работать вот ты пришел дерево там где-то видишь дерево упало все хорошо да сейчас проедет звуковой эффект только громче из органов управления у него что есть у него есть вот ручка газа ага вот такая вот замечательная пучка газа больше ничего у нее нет ни стопора ну какого-то тормоза пильной гарнитуры ни какого-то аварийного тормоза какого-нормальных пилок в случае чего цепь можно было застопоить маконтральную у нее нет даже кнопки глушения мотора двигатель глушится карбюратором переобогащая смесь нажимаешь то есть ты утапливаешь грубо говоря утопители просто заливаешь она таким образом глушится второй раз после этого можно завести можно то есть девайс очень странный 100 кубов объема двухтактный мотор то есть немало далеко не мало вот оно довольно мощное если что-то пойдет не так то будет очень больно поговариваю что где-то есть музей тюремных всяких шняк где стоит вертолет с таким мотором что человек якобы пытался улететь не слышал насчет тюремный слышал что там штук шесть по моему таких моторов из 6 пытались сделать какой-то там какой же вес интересно получается квадро не это не квадро гекса гекса на самом деле конкретно вот эта довольно тоже странная а еще забыл сказать у них корпуса вот есть нога здесь ее нет я не знаю с чего их отливали они просто отгнивают эти ноги алюминий наверно это вот пила с такой вот улиткой именно округлой да написано 90 год хотя вот такие улитки это очень ранние улитки почему здесь 90 год она на самом деле 90 года вот карбюратор вот этот это вообще кто его придумал я не знаю похож на редуктор газового баллона бытового ну чем то да похож то есть будем работать на газу фильтр воздушный защищает от веток камней я не знаю там сучьев там бревен каких нибудь но нет пыли все остальное летит туда вот редуктор это уже поздний да это 90 год это уже поздний редуктор у него есть вот такая вот крышечка вот как ты думаешь зачем она зачем она масло подливать наверное масло льется вот сюда то есть да здесь уже есть система подачи масла на пильную гарнитуру масло льется вот сюда раньше этой крышечки не было то есть вот эта крышка была просто летая вот в общем чтобы инспектировать я не знаю вот это да снимаешь вот здесь как раз пал вот этот сюда вставлялась такая приблуда называлась гидроклим то есть ты пришел зарезал дерево и тебе надо чтобы оно куда то упало в определенную сторону что ты делаешь там пинатью что бы ломом как-то нет ты ставишь бензопилу вставляешь сюда гидроклин сам гидроклин вставляешь врез в дереве просто газуешь а насос такой как на капец насос качает масло в клин клин расклинивает ствол и ствол падает туда куда тебе надо вроде как еще лодочный мотор существует на базе есть этого мотора есть лодочный мотор генераторы когда-то какие-то были кипец вот насчет подачи масла тоже чем думали я не знаю это промышленная пила и ее надо работать смену в первых пилах там 50 какого-то затертого года подачи масла на пильную гарнитуру не было вообще то есть вот здесь был просто такой вот узенький редукторчик то есть просто вал и передача на собственно гарнитуру все ничего не было абсолютно один подшипник и все потом они сделали вот эту вот коробку уже с приводом под гидроклин но без подачи масла на гарнитуру мы сделали еще прикольнее вот в эту трубу заливалось масло и оно подкапывало здесь с этой стороны была точно такая же монетка и ты просто руками качал это масло на гарнитуру вот а в старых 50 какого-то года пилах не было вообще и этого приходилось просто макать шину в масло то есть с собой надо было носить ведро там или что-то такое то есть ты макнул пошел поработал побежал макнул пошел поработал так целая смена ну что от винта я честно говоря не знаю что он сейчас будет делать она очень долго сидела ну как бы да что-то попробуем так как бы это было горить а тут тоже отминутый да как я мог присыпать его помыть вообще то есть когда я в этой сырости стоял то все я тебя просто открыл ты такой сплав наверное но легкий металл да ну разминил он Четырнадцать килограмм, целый день по лесу ходить. Подержи. Видите, я даже могу не держать. Как будем запитывать? Что я забыл рассказать, почему такой карбюратор? Просто громче оттуда говори, не подходи. Забыл рассказать, почему такой карбюратор. Эту пилу, в отличие от нормальных стилей, пускварных каких-то, ее нельзя вот так повернуть и так ей работать. Карбюратор не позволяет так работать. Он работает только вот в таком положении. При том, что он без поплавков, он мембранный. Он мембранный, да. Здесь же по-любому уровень в этой штуке есть. То есть, если ты наклонишь, жиклеры оголятся и все, она работать не будет. Здесь же разворачивают... То есть, ты пришел, повернул, зарезал. Если тебе надо уже бревно распустить, то ты поставишь так и уже работаешь вот так. Да. Тут, конечно, даже страшилась какая-то баночка еще с маслозаливом, чтобы сюда не заливать. Тут подстаканничек, тут упор для ноги. Подлокотничек. 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 Вот, да. Так. Гензином изолили, да? Где там кран? Ну, все как бы по старинке. То есть, кран, подсосать, подергать. То есть, как на мотоцикле, на мотоцикле. Надо, чтобы самолет прилетел, когда мы заведем ее. Вот. Вот. А теперь надо, да. Какого-то быть. Откапливаем. Тут. 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 Хотя, давай. Смотри, как надо. У тебя левая рука вот здесь. Текунду. Да. Смотри. Левая рука, и вот ты дергаешь. Да. Смотри. Левая рука, и вот ты дергаешь. Колено можно вот так ее приберить. Ага. Была бы ножка, но она была бы ножка. Ну, собственно, и верим. Ага. То есть, чуть-чуть, ну, так и чувствовалось, что она упелась. Ага. Ага. Вот. Мулька в чем? Посмотри. Это что-то человеком. Надо, чтобы оно хорошенько вот потекло. Тут же дернет. А еще подсоси. Подсоси, подсоси. Что потекло? Тут же дернет. Остит. Ус. Тут же наклеить. Докрусти. Что, тут же двигается. Хорошо. Что. Влажно. Так. Еще. Так... Может, я сильно пиздую? Не, не видишь... Может, не подливаешь? Вот, еще... Она вообще нормально заводилась Да она и так, мне кажется, нормально заводится Я думал, что будет Не, ну... Буквально, там, раз до сих пор уже начинала работать Я думал, что я перегазовал сильно Еще холодно, может быть Сколько бензина уходит? Ну, так вот, да Убираться шикарно просто Убираться шикарно Звук шикарно Звук шикарно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пила номер два. Субтитры создавал DimaTorzok